Воскресение Иисуса Христа Воскресение Иисуса Христа – это всё для человека. Убери воскресение Иисуса Христа, мы теряем всё, что нам нужно и всё, что у нас есть. Мы теряем смысл жизни, мы теряем надежду. Христианство исчезает. Без воскресения Иисуса Христа всё теряет смысл. Ну и что, что пришёл бы Иисус Христос и умер? Воскресение показывает, что жертва была принята. Жертва была не напрасна. Поэтому, когда мы говорим о воскресении, мы говорим о том, во что мы должны уверовать. То, что мы должны верить всем сердцем и исповедовать это, и иметь жизнь вечную. Но как приходит вот эта вера? Каким образом я могу иметь вот эту глубокую веру и эту надежду? Каким образом это приходит в жизни человека? Я предлагаю, чтобы вот за короткое время, которое у нас осталось, мы ещё раз вникли в текст Писания. Чтобы мы ещё раз пережили. Нам необходимо вернуться в 2000 лет назад в те события, которые происходили в утром, в момент воскресения Иисуса Христа. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели все вместе хронологические события утра, воскресенье, воскресный день. Воскресенье это мы сейчас называем воскресный день, а на самом деле это был первый день после субботы. Первый день недели тогда воскресенье не называлось. Евреи не называли, не знали этот день. Воскресенье мы знаем почему? Потому что Иисус Христос воскрес. Итак, давайте посмотрим хронологически, переместимся своим сознанием, увидим эти реальные картины, друзья, чтобы Бог зародил в наши сердца веру в воскресшего Иисуса Христа. Те, которые верят, чтобы мы снова пережили вот эту радость воскресения. Я каждое пасхальное служение стараюсь, ну, по крайней мере, в своей группе мы старались все пройти, это хронологически, но нам никогда не удавалось все пройти, потому что там очень много событий. Естественно, сегодня также мы не пройдем. Может быть, пройдем какую-то часть, а следующее воскресенье, может быть, мы еще и продолжим, друзья, потому что несколько воскресенья у нас будет пасхальная тема. Итак, что мы видим? Что мы видим? Кто, вот все, наверное, ответите, кто первый пришли ко гробу? Кто был тот, который первый пришел ко гробу? Погромче. Мария, Магдалина, да. Все согласны? Я не согласен. Те, которые закончили библейский институт, сегодня сдают назад дипломы, а те, которые учатся, они имеют шанс еще закончить. Друзья, сами первые ко гробу пришли не люди. Кто сказал ангелы? Сами первые пришли ангелы. Для чего? Для чего, друзья? Послушайте внимательно. Сами первые ангелы – это посланник Бога. Тот, которого послал Бог. Для чего? Первый пункт нашей проповеди, друзья, Бог открывает факты о воскресеньем Иисусе Христе. Бог убирает преграды для того, чтобы люди увидели своими глазами воскресенье Иисуса Христа. И это делает Бог. Посмотрите, друзья, давайте прочитаем Матфея, 28 глава, 2-3 стихи. И вот сделалось великое землетрясенье. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Бог делает приготовление. Бог хочет открыть людям, чтобы увидели, что Иисус Христос действительно воскрес. Помните, женщины, они идут, и они думают, кто отвалит нам камень. Там действительно к гробу привалили огромный камень. Женщины не в состоянии были своими силами это сделать. Но это не главное препятствие. Тут можно еще что-то придумать. Можно, может быть, кого-то найти, попросить. Но какое было главное препятствие для них? Там были войны. Мы знаем, что поставили стражу. Кто вас пустит ко гробу? Как вы зайдете туда? Как вы увидите, что там нет Иисуса Христа? Друзья, ангел приходит, чтобы убрать вот это препятствие. Ангел приходит. Посмотрите, что происходит с войнами. В 4 стихе. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Мы должны обратить внимание на этот факт, друзья. Иисус Христос пришел для людей. Иисус Христос умер за грехи людей. Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. За людей это Он сделал. Для вас это Он сделал. Для вас Он страдал на кресте. Для вас Он воскрес, чтобы даровать вам спасение. И вы должны это увидеть. Бог приготовляет. Бог убирает преграду. Друзья, если мы сегодня пришли и веруем, что Иисус Христос воскрес, потому что Бог убрал из вашей жизни все преграды. Эти преграды находятся в вашем сердце. Эти преграды находятся вокруг вас, друзья. Вы никогда не уверуете в Иисуса Христа, если Бог вас не приведет к Иисусу Христу. Бог делает это приготовление. Бог делает все для того, чтобы человек уверовал. Кто-то вам рассказывает об Иисусе Христе. Кто-то вас приглашает, чтобы вы услышали проповедь. Это все расцениваете, друзья. Это Божие действия в вашей жизни. Примите это как Божия любовь к вам. Бог хочет ваше спасение, чтобы вы были прошены. Чтобы вы уверовали, что Христос реально умер за грехи ваши и воскрес для вашего оправдания. Бог делает первые шаги в вашей жизни. Бог стучится в ваше сердце. И вот таким образом Он ведет вас. Вы скажете, почему же я? Почему же Бог выбрал меня? Я не знаю. Бог не открывает. И вы спросите, неужели Бог не хочет спасения других людей? Неужели Он одним открывает, другим не открывает? Это было бы неправдой. Там были вот эти воины. Разве Бог им не открыл? Разве только ученикам открыл Бог о воскресении? Посмотрите, что происходит с этими воинами, которые были реально свидетелями этого чуда. Посмотрите в Матфея 28 главе, что дальше происходит. Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященника во всем бывшем. Что же они объявили? Все они объявили, какое произошло чудо. Как ангел, вот это, как они устрашились, как они стали, как мертвые. Все это они рассказывают первосвященникам. Первосвященники – это те, которые распяли Иисуса Христа. И си, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Хорошее решение проблемы, правда? Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями до сего дня. Заметьте, друзья, что происходит. Бог открывает людям, а люди закрывают свое сердце. Люди придумывают разные причины, почему они не должны уверовать в это. Вы можете это испытать в себе. С вами может происходить то же самое, друзья. Вы слышите о воскресении. Вот свидетельство Писания. Это Божье Слово. И Бог обращается к вам. Или вы откроете свое сердце, или вы будете закрывать. И вы найдете море причин, почему вы не хотите уверовать в это. А Бог вас не будет заставлять. Бог ведет вас нежно. Дух Божий открывает вам, показывает вам. И вы это должны принять. И это ваше дело. Это Бог делает в вашей жизни нежно. Одни люди принимают, другие люди отказываются. Апостол Павел говорит об этом. Во 2 Коринфянам, во 2 главе он говорит, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Заметьте, мы, говорит апостолы, верующие люди, благоухание Богу в спасаемых, это те, которые уверовали, и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога перед Богом во Христе. Мы проповедуем, и это проповедь для одних на спасение, для других это может быть на погибель, если человек окончательно откажется принять смерть и воскресение Иисуса Христа. Иоанн Креститель говорил о Христе, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, крещение Духом Святым во спасение, крещение огнем в погибель. Это библейская истина. Поэтому, друзья, когда сегодня вы слышите Слово Божие, когда вы видели вот эти, вот визуально даже сегодня Бог показывает, что происходило 2000 лет назад. Смерть Христа была за наши грехи. Это Сын Божий пришел, чтобы заплатить за мои грехи, чтобы освободить меня, чтобы даровать мне вечную жизнь. Или это я беру этот подарок, или я отказываюсь. Посмотрите, что дальше происходит. Второй пункт нашей проповеди, это верные и любящие люди приходят к Иисусу Христу. Друзья, те, которые любят Иисуса Христа. Посмотрите, Матфей, это в первом стихе. Он говорит, «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». И когда вы сказали, что Мария была первая, друзья, вы действительно были правы. Из всех людей Мария, мы видим у Матфея, что была Мария. Посмотрите, Иоанн уточняет, Иоанн сосредотачивает внимание на Марии Магдалине. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Заметьте, любящее сердце, еще темно, а она бежит. Потом мы видим у Марка. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Лука сообщает, что женщины, которые были при погребении и которые приготовили ароматы, пришли рано утром ко гробу, то же самое, первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Смотрите, все четыре евангелиста, все четыре евангелиста рассказывают нам эту чудесную историю. Но кто эти люди? Это люди, которые знают Иисуса Христа. Это женщины, которые видели Иисуса Христа, слушали Иисуса Христа, уверовали в Иисуса Христа. Кто такая Мария? Мария Магдалина. Мария Магдалина. Кто она такая? Мы знаем, что это особая такая душа, которая пережила особые благословения в встрече с Иисусом Христом. Что же они делают, друзья? Мы чуть позже о Марии скажем. Что же они делают? Они хотят помазать, отдать последний долг Иисусу Христу. Но это не было просто традиционное помазание. Это так погребали. Они, когда наступала суббота, они этого не могли сделать. Как только у них появилась возможность, вот эта суббота закончилась, и в воскресенье утром они бегут, чтобы исполнить, отдать последний долг. Но, друзья, запомните, это было проявление уважения и проявление любви. Когда вы хороните родного человека, близкого человека, любящего человека, вы делаете максимально, чтобы это было, чтобы это было вот как прилично. Вы отдаете последнее, чтобы это сделать, потому что этот человек для вас дорогой, с которым вы прощаетесь. Вот что они делают? Это любящие сердца, которые идут, которые готовы сделать то, что они могут сделать. Друзья, если вы любите Иисуса Христа, вы не будете сидеть. Если вы веруете в Иисуса Христа, если вы понимаете, кто он для вас, вы не будете сидеть сложа руки. Все, что они понимали, они делали. Но что происходит с теми, которые идут к Иисусу Христу? Посмотрите, третье у нас событие, это реакция Марии Магдалини. Что она делает? Она бежит к ученикам. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, это Иоанн говорит об этом, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Иоанн сосредотачивает внимание на Марии Магдалине. Иоанн упускает другие подробности. Все внимание на Марии. Посмотрите на это разбитое сердце. Я уже немножко упомянул, и посмотрите, что было с Марией, друзья. У Марии было сомнительное прошлое. Лука пишет «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов». Это то, что она пережила. Она пережила освобождение. Она пережила свободу от бесов, свободу от греха. Вот почему Иисус Христос самый дорогой для него человек. Потому что Христос дает свободу. А когда вам Христос дает свободу, вы любите Его больше всего в жизни. Иисус Христос сам это подчеркивал. Посмотрите одну историю. Один фарисей пригласил Иисуса Христа. В доме фарисея вот женщина-грешница принесла алавастровый сосуд с миром и, встав позади у нее к его плача, начала обливать ноги его со слезами, отерять волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. Это то, что происходит с женщиной. Мы знаем, что вот этот фарисей, который пригласил Иисуса Христа, он осудил в сердце своем эту женщину, потому что она была грешницей. Смотрите, что Иисус Христос говорит. Прошаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Вот самые сладкие слова, друзья, которые вы можете услышать. Самые сладкие слова, какие бы вы грехи не совершали в своей жизни. А за жизнь, друзья, у нас накапливается множество грехов. мы утром уже достаточно согрешили. А за всю жизнь и когда вот этот груз висит на вас и давит и то, что не дает вам покоя, и вы слышите, прощаются тебе грехи твои. Что происходит в вашем сердце? Ваше сердце наполняется безмерной любовью Иисусу Христу. И когда вы теряете его, вот как то, что произошло с Марией, вы скорбите, вы переживаете. Она увидела, что тела даже нету, она бежит к апостолам, бежит к братьям, давайте что-то сделаем, унесли тело Господа Иисуса Христа. Это любящее сердце, которое не допустит, которое не может терпеть расставание с Иисусом Христом. Четвертое важное событие, друзья, это весть ангелов. Весть ангела. Посмотрите, Матфей говорит, ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам. То же самое говорит Марк, мы уже читали об этом, Лука, вот он отличается, и братья подчеркнули, что мы видим здесь, как они упрекают, посмотрите, в пятом стихе, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес, вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть прерану в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. Здесь Марии уже нет, Мария уже бежит, мчится, к братьям и те женщины, которые оставались там, вот они услышали, вот ангел говорит, ангел, во-первых, там два ангела было, один говорит к ним и они успокаивают с одной стороны, успокаивают, показывают, посмотрите, убедитесь сами, потом и упрекают. Друзья, фарисеи помнили, фарисеи не забыли, враги Иисуса Христа не забыли об этом, выпросили стражу, поставили стражу, а ученики не помнят, ученики забыли. Посмотрите, сколько переживаний, забыли слово, сказанное Христом, сколько переживаний в их жизни, сколько лишних трат, денег, бессонных ночей. Друзья, это происходит, когда мы забываем Слово Божие, когда мы забываем обетование Божие, когда мы не пребываем в Слове Божие, друзья, у нас нас постигают разные искушения и возникают проблемы. Нам нужно твердо помнить, что Христос говорит нам. Очень важно, друзья, об этом помнить. И когда вы убеждаетесь в Слове Божьем, если бы Слово Божие не скажет вам, друзья, вы никогда не уверуете. Вы ничего не будете знать о воскресении Иисуса Христа. Мы все знаем это, потому что Библия об этом говорит, Бог об этом говорит. И когда мы это внимательно слушаем, Дух Божий касается сердец наших. И вот что происходит просветление. Вы видите реальность воскресения Иисуса Христа. Христос становится драгоценным для каждого из вас. Самой драгоценной личностью, Сын Божий, Который стал человеком, Который умер за грехи ваши и Который воскрес, чтобы вас оправдать. И когда вот это вы уразумели, что потом происходит с вами. Несколько моментов отметим, друзья. Важных доктринальных моментов. Первое происходит возрождение, происходит новое рождение. Воскресение Христа дает возможность, чтобы человек имел новое рождение. Посмотрите, у Петра уже читали сегодня. благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Если вы родились один раз, вы сами несчастный человек, друзья, потому что вас ожидает вечное наказание за грехи ваши. Никто в этом не виноват, кроме вас самих. вам нужно родиться второй раз. Речь идет не о физическом рождении, речь идет о духовном рождении. Вот о чем говорит. Если вы верите в Иисуса Христа, вы приходите к Нему, вы исповедуете Его, вы ткаетесь в своих грехах, и Бог дает вам новую жизнь. Писание это говорит, это возрождение, это ваше воскресение. вы рождаетесь заново. Друзья, то, что должно происходить в вашей жизни, апостол Павел говорит об этом, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Посмотрите, оживотворил, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. то, что должно произойти в вашей жизни, если вы слышите, если вы веруете. Потом, второе, что должно произойти, это ваше оправдание. Когда вы в Римире, когда Господь возродил вас, Он оправдывает вас. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я уже неоднократно, неоднократно, я это цитировал. Подумайте, что произошло. Как Бог смотрит на смерть Иисуса Христа. Бог принимает эту жертву и Он говорит, Он оправдан. Почему? Потому что Христос был безгрешным. И если вы в союзе со Христом, если вы воскресли со Христом, Бог говорит про вас, вы оправданы. Вы ничего доброго еще не сделали для этого, но Бог оправдывает вас. И третье, что дает воскресение, друзья, это наше телесное воскресение. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Павел говорит, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Вот то, что должно произойти в каждом из нас. А с теми, которыми уже произошло, это обязывает нас к чему-то? Конечно же, обязывает. У нас нет времени, я вижу, что все вы устали, но я кратко скажу, друзья. Если вы уверовали, это значит, что мы верующие воскресенье повинуемся Богу в своей жизни. Апостол Павел, когда говорил о воскресении Иисуса Христа, Гена нам напоминал целую главу он говорит о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам. Смотрите, как он заканчивает. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Если вы верите в Иисуса Христа, вы живете для Него, вы преуспеваете в Его деле, вы живете для Него, потому что вы принадлежите Ему. Потом что? Вы хотите награду, небесную награду, друзья. Поэтому Павел говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех человеков, поэтому о горном помешляйте. Живите так, чтобы заслужить небесную награду. И последнее, друзья, что Писание говорит, верующий в воскресенье отказывается повиноваться греху. Вы уже не живете для греха. Грех уже позади, друзья. Здесь говорится о том, что мы не практикуем греховной жизни. Павел говорит, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Если вы воскресли со Христом, вы уже не живете так, как вы жили до этого. Дорогие, можно было бы больше говорить, но я понимаю, что время наше истекло, и сказано было достаточно. Сегодня говорили о воскресенье, сегодня говорили о надежде, сегодня говорили, что дает воскресенье. Веруйте и живите для Христа. и это будет наилучшая и самая прекрасная жизнь, которую можно представить. Пусть Бог благословит, помолимся вместе. Слава и благодарность Тебе, Отец наш Небесный, за Сына Твоего, за умершего и воскресшего Иисуса Христа. За то, что Ты, Господи, даровал в Нем нам победу и над грехом, и над смертью, и над дьяволом, и над этим миром. И за то, что мы уверовали, Господь, мы понимаем, что это не наша заслуга, а то, что Ты сделал для нас. Дай нам, Господь, жить для Тебя, славить Имя Твое и быть верным Господи до конца жизни. Также мы молимся за тех душ, которые есть в нашем собрании, те, которые еще не открыли свои сердца, те, которые еще не уверовали в Дея и не имеют вечную надежду. Господи, постучи в их сердце, чтобы они увидели воскресшего Иисуса Христа, реальность Его воскресения. Они увидели те блага, которых Ты даешь. Они чтобы захотели новое рождение. Господи благослови их этим и да будите вы вечное слава наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.